Я хочу вам сказать также о том, что есть кроме здорового образа жизни, есть еще все-таки разные виды лечения, которые нужны. Первое, что нужно знать, это то, что не нужно отвергать современную медицину слепо. Это безумие. Потому что в ней есть области, которые очень нужны человеку. Например, когда у вас инфекция, то не отвергайте помощь инфекционистов. Потому что убивать несложно. Современная медицина научилась убивать. И нужно обязательно этим пользоваться. Потому что инфекцию надо убивать. Если у вас внутри инфекция, нужно убивать современными методами. Понимаете? Чтобы было быстрее и качественнее. Поэтому инфекционная помощь нужна. Не отказывайтесь от лечения инфекции любыми способами лечить. Например, у меня была кишечная инфекция. И в принципе ее можно лечить без антибиотиков. Потому что есть, допустим, корень полыни. Есть листья нимба. Есть зверобой. Есть тысячелистник. Это естественные средства, уничтожающие инфекцию в кишечнике. И можно из них выбрать, если ты знаешь как. Но я не мог выбрать, потому что я обнаружил инфекцию в самолете. Да, летел в самолете. Там не было ни корня, ни полыни, ни зверобоя. А есть листья инфекция на какое растение? И я просто сказал стюардессе, у меня инфекция. Она принесла антибиотики. Я их выпил. Это честно. Нет возможности естественными средствами лечить как можешь. Следующее правило. Некоторые женщины, для того, чтобы комфортно все протекало спокойно, не пользуются услугами акушеров. Это безумие. Потому что нет гарантии, что ваши роды пойдут правильно. Никто никогда не гарантирует, что женщина, рожая, не погибнет сама или не погубит своего ребенка. Поэтому для того, чтобы рожать, лучше это делать в тех условиях, в которых максимальная защита есть. Означает больницы. Я вам говорю, как человек, который сам роды принимал. Я принимал сам роды у своей жены. И зарекся, понимаете? Зарекся это делать в жизни. Потому что это очень опасно. Одни мои знакомые, близкие люди. Я им сказал, рожайте в больнице. Они все равно начали рожать дома. И дальше произошло следующее. Акушерка может быть очень крутая. Она может все, что угодно сделать, но заставить женщину рожать она не может. Потому что роды могут остановиться в любой момент. У нее может закончиться силы рожать. И вот так и произошло. Она рожала, рожала, потом бац, и уже не может, нет сил. И дальше что? Ее все равно везут в больницу, но теряют время. Так как теряют время, страдает ребенок, страдает мать. В том дальше что происходит? Мать кладут в реанимацию после родов, потому что у нее перестают отказывать почки. То есть мы начинаем молиться. Бог нашу молитву слышит, она выживает. И еле-еле за месяц приходит в себя. Ну и зачем это было надо? Скажите мне, зачем? Я уж не буду вам рассказывать те случаи, когда мои знакомые погибали из-за того, что были вот эти роды на дому. И также не буду рассказывать, когда все хорошо заканчивалось. Потому что вам это не обязательно знать. Надо ехать в больницу, мои хорошие. Просто есть разные роддома, есть платные там, которые уже там ухаживают, заботятся. Ну вот это выбирайте. Потому что в каждом роддоме есть, где как бы принимают роды, там рядышком есть и хирургическое отделение. Если что-нибудь так пошло, 5 секунд и вы уже спасаете себе жизнь и ребенку. Понятно, да, система? Следующее. Какие еще из видов медицины надо всегда принимать человеку? При излокачественных опухолях я уже сказал вам. Дальше. Есть такое понятие, как реанимация. Или экстренная медицинская помощь. Никогда не отказывайтесь, мои хорошие. Никогда не отказывайтесь. Это надо. Даже если вы хотите сами вылечиться от болезни, если у вас состояние, в котором нужна быстрая помощь, никогда не отказывайтесь. Даже в древней медицине такая экстренная помощь была. И это не означает, что вам делают что-то сильно хорошее. Понимаете? Главное – жизнь спасти в это время. Могут колоть разные яды внутри, там всякие вещества, даже наркотики. Знаете, что наркотики могут спасти жизнь. Когда у человека сильная боль, он от боли может погибнуть. И тогда нужны наркотические вещества для того, чтобы человек не чувствовал боли. Один раз не грех. Вы же не собираетесь потом это колоть всю жизнь. Ну, то есть, это хорошо, когда человек обезболивает, он выживает, потом дальше живет уже нормально. И так далее. Экстренная помощь – это хорошо. Теперь дальше. Лечить зубы – это хорошо. Они сами не растут.